Дмитрий Моисеев Это очень-очень интересный и интригующий поединок Вы можете со мной не согласиться Но я считаю, что он куда более интересный, чем прошедший поединок Флойда Майвезера И предстоящий поединок Мэнни Пакьява В этом выпуске мы традиционно с вами поговорим о боксерах Просуждаем о том, как может проходить этот поединок Мы поговорим о мнении букмекеров и о идеальных ставках на этот поединок Ну и в качестве небольшого эксклюзива В рамках этого выпуска вы узнаете эксклюзивное мнение Из Маила Силаха по поводу этого поединка и соперников Также будет небольшая интересная информация от самого Сергея Ковалева Этот выпуск, как я уже сказал, будет более традиционный Ну, отчасти по той причине, что предыдущий, 18-й выпуск Борсенбетс-блога Посвященный реваншу Майвезер Майдана Это стал первый выпуск в рамках блога Да вообще первое видео в рамках моего блога То есть за два с половиной года Который набрал больше дизлайков, чем лайков Я частично понимаю, с чем это связано Однако, ну, считаю, что это в любом случае не совсем справедливо Потому что в любом случае моя позиция, которая была выражена в этом выпуске Она в итоге оправдалась, мой прогноз в итоге оказался правильным Мы увидели тот бой, который мы увидели Поединок оказался не таким интересным Все, в общем-то, вся критика, которая была высказана мной В отношении данного поединка оказалась верной Ну да ладно, люди оценили так, как оценили Этот выпуск будет более традиционный А вот двадцатый выпуск боксинг-бэдс-блога Это будет что-то абсолютно новое Более глобальное и очень необычное Я пока сохраню интригу, что же это будет Ждите юбилейного двадцатого выпуска Я думаю, те, кто следит за моим блогом Помнят, каким особенным был юбилейный десятый выпуск Так вот, двадцатый выпуск, это также будет особенный материал Что касается этого девятнадцатого выпуска Блога, посвященного бою Хопкинс-Ковалев То поехали! Так как это очень интересный и сложный в прогнозировании бой В принципе, можно очень о многом, очень долго рассуждать Но я попытаюсь более систематично этим заниматься Чтобы все это не растягивалось на целый час И для начала мы поговорим о самих боксерах Итак, Сергей Ковалев Молодой российский чемпион Молодой, спросите вы? Ему уже тридцать один год Ну, с одной стороны, это так С другой стороны, все познается в сравнении Когда тебе тридцать один А твоему сопернику сорок девять лет Да, я думаю, корректно сказать, что молодой российский чемпион Вдумайтесь только Когда Бернин Хопкинс провел свой первый профессиональный поединок Ковалеву было всего лишь шесть лет Когда Бернин Хопкинс забоевал свой первый титул Сергей Ковалев только начал заниматься боксом Но Так получилось, что их пути все-таки пересеклись И Этого на самом деле могло никогда не произойти Сергей Ковалев за последние годы Сделал огромный прогресс Когда я рассуждаю о различных бойцах Об их личностях Чаще всего, конечно же, я лично их не знаю С Сергеем Ковалевым все немножко иначе В соцсетях я начал с ним общаться еще в конце 2012 года Когда еще не было поединка с Кампилию Когда он еще не прошел путь к титулу И поэтому о Сергея я знаю несколько больше, чем О других бойцах Так вот, в начале 2013 года Сразу после победы над Кампилию Мне удалось тогда взять у него интервью И давайте вспомним, что он мне тогда сказал О тех соперников, которых бы он хотел видеть с собой в ринге Просто вот знаешь, какой еще момент интересен Именно по твоей карьере Я, конечно, понимаю, что все вопросы Относительно с кем следующий бой и так далее Это скорее, ну, стандартный ответ будет Вопросы к промоутеру и так далее Поэтому я задам вопрос немножко по-другому А с кем бы тебе в рамках тяжелого веса Вот в идеале было бы интересно Да, мне интересно, как бы боксировать только с чемпионами С лучшими, те, кто сильнее меня сейчас Ну, в плане как стоят выше меня в рейтинге Вот, и только так, только с такими мне интересно Потому что за счет этого я только могу расти И продвигаться дальше по верху своей карьерной лестницы И так далее То есть, ну, только с теми, кто серьезнее Сейчас занимает позиции То есть, уже тогда, не проведя и 20 поединков на профессиональном ринге Ковалев хотел большего Он не хотел отсиживаться Не хотел набивать себе свой послужной список Однако, в дальнейшей беседе с ним уже в соцсетях Конечно же, он сам говорил Что Хопкинс в настоящий момент с ним драться не будет Потому что ему это просто неинтересно Однако, как я уже сказал, за последние годы Сергей Сделал просто скачок вперед И теперь этот бой оказался реальностью Так давайте же порассуждаем Какие плюсы и сильные стороны Есть у Сергея для победы над легендарным ветераном Как я уже говорил, молодой чемпион И, соответственно, безусловный плюс Это его молодость Хотя, когда этот плюс позволял особо соперникам Хопкинса Чувствовать себя вольготно и побеждать только за счет свежести Да, по сути дела, никогда ради интереса Я промурыжил послужной список Бермарда В поисках соперника, который был бы старше самого Хопкинса Ну, долго я искал, пока наконец-то не наткнулся на его соперника В далеком 98-м году То есть, вдумайтесь только Последний раз Бернат дрался с соперником старше себя Более 15 лет назад Соответственно, наверное, этот плюс молодость можно условно отнести Каким-то серьезным плюсом Потому что все последующие десятки соперников Хопкинса были его моложе Но лишь единицы смогли победить Безусловно, следующим огромным плюсом Сергея является его ударная мощь Из своих побед лишь две одержаны по очкам Все остальные соперники были нокрутированы Однако и про ударную мощь нельзя однозначно говорить Что это ключик для победы над Хопкинсом Вообще, нужно отметить, что Бернат за свою карьеру Из всех своих поражений ни разу не терпел досрочные поражения В нокдаунах он был четыре раза в двух поединках Последний раз это было в поединке с Жаном Паскалем Так вот, чтобы примерно понять, что нужно для победы над Хопкинсом Давайте проанализируем его последние поединки Последние, давайте, скажем так, возьмем его карьеру Именно в полутяжелом весе Итак, он терпит два поражения от Джермана Тейлора Переходит в полутяжелый вес И, будучи аутсайдером, одерживает победу над Антонио Тарвером Тарвер, будучи тогда сильнейшим полутяжеловесом Плясал тогда под дудку Хопкинса Ничего тогда не смог с ним сделать Проиграл по очкам Далее был Джо Кальзаги Стиль Кальзаги, если честно, мне не очень нравится И мое субъективное мнение, что тогда победу с минимальным преимуществом одержал Хопкинс Тем не менее, победа раздельным решением сути была отдана Кальзаги И он сделал самое главное Он вел свой поединок Он придерживался своего стиля Придерживался темпа выше среднего Далее был Келли Павлик Который так же, как Кролик, смотрел на удава на Хопкинса Ничего у него не получалось Бергерт его дурачил Скажем так, я не люблю это слово Но он деклассировал Келли Павлика Который тогда выходил на этот бой Достаточно серьезным фаворитом Однако он в итоге вел этот поединок По правилам, которые диктовал Хопкинс И сильно проиграл по очкам Далее у нас был Жан Паскаль Из существенных соперников Других я не хочу брать И Жан Паскаль, пожалуй, имел все для победы над Хопкинсом Кроме выносливости на все 12 раундов Знаете, вы можете со мной не соглашаться Но в первом поединке с Хопкинсом Я увидел как раз то, что Бергерт вообще не мог контролировать Учитывая его возраст Понимаете, многие заблуждаются Что он с возрастом практически не меняется Да, возможно, он меняется не так существенно Как другие стареющие чемпионы Да, он умеет изменить свой стиль под свое старение Но он, безусловно, очень сильно изменился По сравнению с тем, каким он был в 30 лет Каким он был потом в 40 лет Каким он сейчас под 50 Так вот, в поединке с Жаном Паскалем Он абсолютно не мог контролировать ту скорость Которую предложил Жан То есть вот эта вот бешеная скорость рук Эти пусть немного хаотичные наскоки Но Хопкинс ничего не смог с этим поделать Он попал вот в эти, пусть не сильные Он не был потрясен Но он пропустил определенные удары Потерял равновесие В итоге ему были защитные нокдауны Во втором поединке он смог приспособиться Кое-что придумал И победил Но, по крайней мере, если бы Жан Паскаль демонстрировал тот напор Ту скорость И то количество быстрых ударов На протяжении хотя бы 9-10 раундов Я думаю, он бы победил по очкам Следующее Это Чет Долсон Чет Долсон Сделал именно то, что сделал до этого Допустим, Джо Кальзаги Что до этого делал Джерман Тейлор Он не играл по правилам Хопкинса Он демонстрировал свой лучший бокс Много передвижений Джеба Он держал Бергмарда в напряжении на дистанции И он, пусть не так уверенно Но победил по очкам Ну что значит не так уверенно? Никто не побеждал Бергмарда В одностороннем стиле Он это сделал абсолютно Четко, по делу Я в свое время говорил по этому Борису, что он несколько сложный Для анализа Но Тем не менее Чет абсолютно справедливо победил Ну и далее, собственно говоря Были поединки с Клаудом И с Шуменом Их можно объединить Скажем так, сделать один вывод То есть и Клауд, и Шуменов Обладая очень сильным разовым ударом Зарядились именно на его нанесение А в остальном же они Играли по правилам Хопкинса Темп поединка был ниже среднего То есть все это было Выгодно Бергмарду Хопкинсу Так вот Несколько бойцов, как я уже отмечал Демонстрировали удачный стиль В поединках с Бергмаром Кто-то победил Кто-то нет Но самый главный вывод Который можно сделать Это то, что И этот же вывод Сделал Джефф Майуэзер И с ним Это прям самое главное То есть это нужно подчеркнуть Нужно придерживаться темпа Выше среднего Таким образом Из всех проанализированных поединков Можно сделать закономерный вывод Что для победы над Хопкинсом Ну или по крайней мере Для того, чтобы Более удачно действовать И чтобы твой стиль работал Нужно Теснить Бергмарда Хопкинса Придерживаться темпа Выше среднего И безусловно Не поддаваться на различную грязь Уловки со стороны Бергмарда Нужно Придерживаться своего плана Своего лучшего стиля Показывать свой лучший бокс С одной стороны звучит просто И как-то банально С другой стороны Из 60 с лишним Соперников Хопкинса Очень мало кому это удавалось Потому что Бергмарда Мастер навязать Именно свой стиль Вы сразу же скажете Да господи Это как раз портрет Ковалева Напор Давление Мощнейшие атаки А Хопкинс действительно За последние годы Не пропускал настолько Мощных ударов Ударов и в принципе Наверное у него не было Соперника с такими Мощными ударами Как у Сергея Но как я уже сказал Одно дело иметь этот мощный удар Но совсем другое дело Донести его И третий аспект Что Прессинговать Быть активным И Бомбить этими мощными ударами На протяжении Всех 12 раундов Сможет ли это Сергей? Ну пожалуй Я не буду здесь Гадать на гуще И в общем-то Покажу вам ответ Ковалева Самого Сергея На данный вопрос К сожалению В данный момент У меня нет возможности С ним общаться Но Администратор моей группы Залил ему подобный вопрос И В общем-то Он сам честно сказал Что Нет На протяжении всех 12 раундов Бомбить Хопкинса Я не смогу Хотя это было бы Конечно классно В таких поединках Как допустим С Кампилью Создается впечатление Что Создается впечатление Что Ковалев Мог бы действительно Избивать Кампилью На протяжении всех Раундов Но В этих поединках Ковалев Делает ставку Именно на это Что будет С Сергеем Если допустим На протяжении Первого Там Первых Пяти-шести Раундов Это не сработает Чтобы это понять Ну давайте Теперь поговорим Про Хопкинса Итак Легендарный Бернард Хопкинс Который Когда-то был Палачом Теперь Инопланетянин О нем Можно говорить На самом деле Бесконечно Но какой смысл Давайте сразу Перейдем К его Сильным Сторонам Как опять же Небанально Это прозвучит Это Опыт 65 боев Почти 500 Раундов Проведенных На профессиональном Ринге У Ковалева Там еще До 100 Достаточно Много Этот человек Повидал В ринге Все И его Главный Плюс И одновременно Главный Минус Ковалева Это Опыт Проведения Длинных 12-ти Раундовых Чемпионских Поединков Бернард За свою Карьеру В полутяжелом Весе Не одержал Ни одной Досрочной Победы То есть За исключением Первого Поединка С Долсоном Где Достаточно Быстро Была Получена Травма Все Остальные Бои Это Были 12 Раундов Только Хардкор Только 12 Раундов Что касается Сергея Ковалева То он Не только Не проводил Ни одного 12-ти Раундного Поединка Он Ни разу Не дрался Тольше 8 Раундов То есть Первый Поединок С Дэниелом Буном Продлился Все Отведенные 8 Раундов Где Сергей Победил По очкам Раздельным Решением Судей Следующий Козырь Бернарда Мы уже Упоминали То есть Одно дело Когда у него Молодой Сильно бьющий Соперник Другое дело Что он Идеально Умеет Нейтрализовать Сильные Стороны Соперника Будь то Ударная Мощь Скорость И так далее То есть Он В основном Такими Грязными Приемчиками Умеет Все это Гасить Безусловно Он Легко Может Отдать Первую Половину Боя Пусть Там Не с Подавляющим Преимуществом Соперника Но он Допустим Флойд Майвезер Отдает Первое Нное Количество Раундов Чтобы Скажем так Присмотреться Присчитать Своего Соперника Бернард Отдает Первые Раунды Для того Чтобы Дать Тому Вымахаться И Чтоб Тот Потерял Уверенность В себе Потому что Хопкинс Благодаря Различным Приемам Не дает По себе Прежде всего Попасть Он Демонстрирует Что в своем Уже немалом Возрасте Он неуязвим Для молодого Соперника Тот Теряет Уверенность В себе Ну и Собственно Говоря Переждав Самое Опасное Время Хопкинс Идет В атаку Однако Конечно И в отношении Хопкинса Не все Так Хорошо И безоблачно И у него Есть Скажем так Слабые места И минусы Опять же Банальщина Но Самый Главный Его минус Это Его Возраст Причем Я Здесь Понимаете Многие В плане Говоря Про возраст Говорят Потери Скорости Потери Реакции Потери Выносливости Про все Это Я не вижу Смысла Говорить Потому что Бернин Во-первых В этом плане Постарел Не так Кардинально Как допустим Тот же самый Роу Джонс Плюс Максимально Адаптировал Свой стиль Под эти Изменения Но В поединке Чедом Чедом Все Это Отсутствие Разового Сильного Удара Все Ну Если Посмотреть На победы Хопкинса На количество Побед Нокаутом В общем-то Нельзя сказать Что у него Славый Удар Но Все Его Десятки Нокаутов Остались Там Далеко В среднем Весе Последним Которым Нокаутировал Это был Оскар Белохой Который Тогда Средневесом Естественно Не являлся Абсолютно Все победы В полутяжелом Весе Как я уже Говорил Были Одержаны По очкам Соответственно Сергею Практически Ну Не стоит Опасаться Ударов Хопкинса Да Он отправлял Своих соперников В нокдаун Допустим Очень крепко Убить Бутышеменова Но И в отношении Всех иных соперников Можно однозначно Говорить Что это были Нокдауны Чаще всего Ближе К концу Боя Когда соперники Уже устали И готовы Были упасть Готовы были упасть Психологически Плюс Это были Очень Точные Удары То есть Если Сергей Не пропустит Журуш Очень Точно В подбородок Он в принципе Может идти вперед Не опасаясь Что Хопкинс Его действительно Очень мощно Накажет Итак Подробно Поговорив О самих Боксеров Теперь Можно Поговорить О том Как может Развиваться Этот бой Что мы Можем Увидеть И так далее Но я Прекрасно Понимаю Что Не всем Интересно Служить Только Меня И только Мое мнение Да и мне Хочется Разнообразить Как-то Свой блок Поэтому По данному Вопросу Сегодня Мы узнаем Мнение Бывшего Соперника Сергея Ковалева Измаюся Лаха Он мне Измаю Всегда нравился Своими интервью К сожалению Возможности С ним связаться По телефону У меня не было Поэтому Мы Обсудили Некоторые Аспекты Данного Поединка В соцсетях Первый вопрос Который Я ему задал Звучал так Что Многие Чемпионы Мечтали Боксировать На высшем уровне До 50 лет Но чаще Всего Стареет В 40 А то и раньше В чем По твоему Секрет Бернарда И почему В свои 49 лет Он все еще Побеждает Молодых Соперников Измаю Ответил Что Его секрет В дисциплине Если человек Может дисциплинированно Относиться К себе К своему питанию И поведению То он может Дольше оставаться В хорошей форме Скорее всего Бернард Очень строго Относится К себе Помимо этого Он находит Способ Мотивировать Себя И повышать Свою планку Следующий вопрос Звучал так Что Ковалев Славится Своей ударной Мощью Но Бернарда Никто И никогда Не мог Взять Только за счет Силы удара Что По твоему Еще есть У Ковалева Чтобы удивить Аминканца Ответ был Таков Что Ковалев Имеет Хорошую боксерскую школу Он был Хорошим Любителем Что означает Что он понимает Азы бокса И знает Все схемы Ведения боя С различными Противниками Серега Хорошо понимает Как нужно Боксировать С Хопкинсом И на что Его словить С другой стороны Бернард Мастер Бывшего класса И может Запутать любого Следующий вопрос Это Исходя из Сказанного Какой Скорее всего Сценарий По твоему Нас ждет В поединке Ковалев Все таки Сможет Довести До цели Свой чудовищный Разовый удар В первой половине Боя Или все таки Бернард Затянет Россиянина В поздние раунды А там уже Всякое может Случиться Исмаил ответил Что Скорее всего Ковалев Сразу же Понесется Лупить Хопкинса И вполне возможно Поваляет его Пару раз Но учитывая то Что Бернарда Еще никогда Бернарда Еще никогда Не получалось Остановить Он может Завязать Но опять же Это только Логичный исход С моей точки зрения Существует Вероятно Что Хопкинс Деклассирует Очередного Молодого Чемпиона Ну и Последний вопрос Будет ли Силар Смотреть этот бой За кого Будет болеть Он сказал Что конечно Бой смотреть Будет И хочется Увидеть Классный бокс Так что Я нейтрален Вот такое Вот интересное Мнение Я в принципе Полностью Согласен С Смариев Хотелось бы Только добавить Что Почему Бернард В свои 49 лет Находится В такой Удивительной Форме Я там уже Говорил Вот эти слова Что он смог Подстроиться Изменить Свой стиль И так далее Но Прежде всего Конечно Мотивация То что он Следит за собой Дисциплина Все это Очень важно Но еще И от природы Я так думаю Что ему дано Ну Как мало Кому То есть Ну Кто следит За моим блогом За моими Хоббит Знает Что я там Много чем Интересуюсь В частности Там Бодибилдингом Силовыми видами Спорта Так вот Я помню Очень мне понравилось Интервью Одного профессионального Бодибилдера Который Говорил что Американские Профессионалы Это Сверх Люди Которым Дано Просто Ну вот Невероятная Сила органов Здоровье И так далее То есть Уникальные спортсмены Есть много Где вот Бернард Хопкинс Это именно Тот уникум Который есть В боксе Причем Допустим Если брать Серой Джонса То он был Уникумом В плане Скорости Реакции Но все это Ушло с возрастом Бернард Уникум Именно в плане Замедления Процесса В старении Я думаю Его природный Уровень Тесостерона Сейчас Знаете На уровне Там 30-летнего Мужика И это Действительно Дано Очень Очень Мало Кому И в частности Все это Вот природные Данные В совокупности Со всем тем Что Говорил Исмаил Это Как раз И дает Ему То спортивное Долголетие А что Касается Того Как Бой Может Проходить Свой прогноз Я дам В самом Самом Конце Перейдем К мнению Букмекеров Букмекеры Считают Явным Фаворитом Молодого Россиянина 1.36 Коэффициент На него Тогда Как На Хопкинса Более Трех Уже Не первый Раз Хопкинс Выходит Аутсайдером Я помню Что он И против Таргера И против Павлика И оба Раза Против Паскаля Выходил Аутсайдером И каждый Раз Побеждал В поединке С Доусоном Он был Аутсайдером Тем не менее Ну Прыгал В общем-то Не так Серьезно Сильнейшему Полутяжу Считаю Что эти Коэффициенты Не совсем Адекватны Вспоминая Опять же Интервью Силлаха Для аутбоксинга Я согласен Что шансы Здесь скорее 50 на 50 И исходя Из того Что У Ковалева Нет Нет Опыта Проведения Длинных Боев Я считаю Что Ставка На Хопкинса Это Резонная Ставка К сожалению Сейчас Букмекерские Конторы Мне предлагают Ставок На Количество Раундов На Победы По очкам Или досрочно Но я так Предполагаю Что Ставки На Тотал По раундам Больше Ставка На победу Хопкинса По очкам Да и Ставка На победу Ковалева По очкам Там Коэффициенты Будут Очень Интересные И Я считаю Что на это Есть смысл Поставить В заключении Как и обещал Мой прогноз Как всегда Буду стараться Давать прогноз Вот такой Ну достаточно Прямолинейный Четкий То есть В случае Если я буду Не прав Ну соответственно Я кажусь Не прав Но я считаю Что Берген За счет Своего опыта За счет Своих различных Разных Приемчиков Сможет Отсидеться В первую половину Боя Когда Ковалев Будет наиболее Свеж И опасен Я думаю Что скорее всего Он По очкам Будет уступать В первой половине Боя Однако Затянув Ковалева В поздние раунды Он опять же За счет Своего колоссального Опыта За счет Того Что у Ковалева Там нет опыта За счет Того Что Сергей Нескроустанет Хопкинс Начнет Раунды Отвоевывать В итоге Нас ждет Очень близкое Решение В очередной раз Я допускаю Что возможно Опять же Раздельное решение Ничья Мне кажется Вряд ли Судьи все-таки Попытаются Здесь кому-то Отдать победу И мы получим Чемпиона Мира по трьм версиям Кому? Черт Если я говорю Что ставка На Хопкинс Резонна Пусть это будет Победа Хопкинса По очкам С минимальным Преимуществом Вот такой Мой прогноз Естественно Очень интересно Слышать Ваше мнение Комментируйте Надеюсь Все-таки Выпуск вам понравился Ставьте лайки Ждите Двадцатый выпуск Как я уже говорил Это будет нечто Интересное Подписывайтесь На мои группы Вконтакте На фейсбуке Будьте активны Потому что я делаю Все-таки Блог Для вас С вами был Дмитрий Моисеев Побед вам В ринге И в жизни Пока Дмитрий Моисеев Дмитрий Моисеев